Субтитры создавал DimaTorzok Дело по иску Ткаченко Ирины Федоровны, к ответчику Чернышеву Ивану Григорьевичу, иск о взыскании вреда, о возмещении, простите, вреда в связи с потерей кормильца ежемесячно в размере 36 тысяч рублей, о возмещении расходов на погребение в размере 97 тысяч 780 рублей и о компенсации морального ущерба в размере 1 миллиона рублей. Пожалуйста, истец, слушаем обоснование ваших требований. Ваша честь, 4 месяца назад мой муж Федоренко Васильев поехал с друзьями на охоту. На второй день охоты он был застрелен ответчиком Чернышевым Иваном насмерть. Таким образом мы остались с детьми без кормильца, дети без отца, я без мужа. Умышленно застрелен? Ну, было у нас судебное заседание, там признали, что неумышленно, по неосторожности. Прочинение смерти по неосторожности. Ответчику дали 5 лет условно. Был осужден. Осужден условно, да, на 5 лет, так как у него двое несовершеннолетних детей, хорошие характеристики, он предоставил с места работы, я не знаю там откуда еще он принес чего, но тем не менее. Мы не будем сейчас приговор сюда обсуждать. Ваша честь, я просто не понимаю, как мне в этой ситуации жить, потому что доходы, основные доходы были у моего мужа. Вот, и я, конечно, мы их лишились, а у меня зарплата совершенно маленькая. То есть я работаю на полставки 25 тысяч, я получаю двое детей, это ребенок, девочка у меня Лена, 11-го года сейчас идет в первый класс. То есть мне надо ее одеть, обуть, собрать ее к школе, мальчик в саду, кружки бесконечные. И я осталась, я просто не понимаю, почему человек, который совершил убийство, несмотря на то, там, умышленно, неумышленно, почему он не несет никакой ответственности передо мной и перед моими детьми. Ну, в общем, законно такая ответственность предусмотрена, для этого вы сейчас в суд пришли. Да, да, у меня есть все бумаги. Передайте, пожалуйста, свидетельство о рождении детей через судебного пристава. Пожалуйста. И что у вас еще там? Еще у меня есть выписка из домовой книги, затраты на ритуальные услуги, на поминальный обед, также решение суда, по предыдущему суду. Приговор, в отношении отвечек, да, оглашение. Пожалуйста. Так, 36 тысяч рублей, из чего состоит эта сумма? Ну, это 52 тысячи получал мой муж зарплату, и поэтому вот это одна треть на нас троих. Одна треть? Да. От зарплаты? Да, моего мужа, да, там сказки тоже есть, Василия с работы о его зарплате. А пособие по потере кормильца вы получаете от государства? Ну, да, я получаю пособие, но оно совершенно там небольшое. Какой размер пособия сейчас у вас? Ну, сейчас вот на двоих детей 33 процента, это 18 тысяч. Ответчик, с иском не согласны? Нет. Ваша честь? Не согласен. Я Ирину, и Василия. Ну, Василия знал уже очень давно. Мы дружили семьями. Чуть погромче, пожалуйста. Как дружили, Иван? Истец, истец. Мы дружили семьями. И в этот злополучный день, когда поехали на охоту на кабана, нас расставили всех по номерам. И когда сверху крикнули с вышки, что кабаны слева, я начал стрелять туда. Василий должен был тоже стрелять туда, но он почему-то убежал со своего номера. Как стрелять? Куда? Вы что, пьяный? Что-ли? Простите, пожалуйста, ваш честь. Он убежал со своего номера и побежал на встречу кабанам. Ну, а я выстрелил. И я не понимаю, зачем он это сделал, как так получилось. Это, ну, все вышло чисто случайно. Судом было установлено, что я, ну, не специально. Суд установил, что Василий сам виноват в своей смерти. Я не знаю, что делать, как так получилось. А не мог я... Как так получилось, чтобы пьяный были? Подождите, подождите, ответь, истец. Да нет. Подождите, по приговору суда вы признаны виновным в причинении смерти по неосторожности супруга истца. Да, ваше честь. Поэтому сам он никак не может быть виноват в том, что вы его... Я не признаю иск, потому что я считаю, что я и так много вложил в их семью денег. Иван, что ты вложил? Мы дружили, мы все вместе... Вот, дайте я выясню, пожалуйста... Вот расскажи, Ирина, вот квартира, в которой вы живете, откуда она у вас? А при чем здесь вообще квартира, в которой мы живем? Ваша честь, полгода назад... Что вы хотите сказать этим? При чем здесь квартира, в которой живет... Полгода назад Василий хотел с Ириной продать свою двухкомнатную квартиру и купить с доплатой трешку. Но в последний момент у них не сложилось с продажей своей двухкомнатной квартиры, и Василий пришел ко мне. Он попросил, он знал, что у меня есть средства. Ваша честь, это ложь. Отвечек специально сейчас придумывает историю для того, чтобы сбежать материального наказания. Давайте дослушаем ответчик, потом будет сделать вывод. Он попросил у меня одолжить ему 3 миллиона рублей. Я ему одолжил, а он даже написал мне расписку. Какую расписку, где? Вот она у меня есть. 3 миллиона рублей? Да. По расписке? Да. Передайте, пожалуйста, через судебный пристав расписку. Это... А вот это дайте копию расписки Ирине, пускай посмотрит. Передайте, пожалуйста, всю копию. Подписи Василия или нет. Взял взаймы 3 миллиона рублей. Ирина, отзови иск. Почему ты ни разу не пришел, Иван? Почему ты ни разу не пришел и не предложил помощи и не извинился? Да, Ирина, не мог я прийти. Во-первых, был под следствием, а во-вторых, какая помощь? Под каким следствием? Понимаешь, есть телефоны, есть смс. Да я не мог прийти к тебе. А может, тебя еще пожалеть надо, Ваня? Я детям твоим не могу посмотреть в глаза. Что я им скажу? Ваня, ну ты же виноват. Здрасте, детишки. Папку вашего я убил. Так что ли? Ваня, это можно было обойти, но ты виноват. Ты должен был оказать... Я понимаю, что виноват. Подставить нам плечо. Мы были друзьями. Я не снимаю себя отреченность за это. Я... Это охота мне... Глаза закрываю и вижу, Васька лежит... Отличек. В итоге... Вы требования не предъявляете о взыскании дома. Я не буду. Я не хочу взыскивать этот долг, потому что я виноват. Я не сволочь какая-то. Ну просто отзови иск. Вы подпись своего супруга в этой расписке подтверждаете? Вы не знали об этих обстоятельствах? Я знаю почерк своего мужа. Я не отказываюсь тебе помогать. Вы продавали и покупали в большей площади. Мне сейчас позже тяжело. Мы живем в этой квартире. Я буду помогать чем смогу. Ирина, отзовись, пожалуйста. Я ничего не понимаю вообще. Откуда? Суд не вправе, конечно, требовать от вас, но... Каких-то процессуальных действий. Однако я хочу вам разъяснить, что вы, как наследники умершего своего мужа, также отвечаете по долгам умершего, наследуете не только имущественные долги в пределах наследственной массы, но, однако, у ответчика имеется право взыскать с вас вот этот долг по данной расписке. Проговор с займом был заключен фактически в финальной форме. Забери, Ирина. Мы же всегда дружили. Я понимаю, что Василия не вернут, но... Я не знаю сам, что мне делать. Истец. Ваше честь, я все понимаю. Может быть, я неправильно поступаю, но у меня действительно нету трех миллионов. Ну вот вы сейчас можете принять решение до того, как я удалюсь в совещательную комнату. Ну, к какому-то решению. Придите. Поддерживаете свою иску? Нет, я отказываюсь от исковых требований. Отказываетесь от исковых требований? Спасибо, Ирина. Суд разъясняет вам последствия отказа от исковых требований. В суд повторно, по тем же требованиям, по тому же предмету и по тем же основаниям, вы правы будете лишены обратиться. Я поняла. Вам понятны последствия? Ответчик, мне кажется, в данном случае вам стоит что-то решить с этой распиской. Передайте, пожалуйста, ответчику. Передайте, пожалуйста, Ирине ее. Мне не нужна. Ирин, возьми, я понимаю, что не вернусь. Прости меня. Чтобы уже точно никаких правовых оснований? Ваня, зачем мы сюда пришли? Мы могли все это решить. Об изменении условий не было. Ответчик, займите, пожалуйста, свое место после судебного заседания. Выясните все отношения. Суд удаляется для принятия решения. Оглашается определение суда. Производство по иску о возмещении вреда, понесенного в связи со смертью кормильца, а также компенсации морального вреда, прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, поскольку истец отказалась от иска. Данный отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, поскольку дети истца и умершего супруга не будут отвечать по долгам наследодателя. Право каждого из истцов отказаться от иска предусмотрено положениями части 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса. Правовые последствия отказа от иска имущественного характера исту разъяснены и понятны. Поэтому суд удовлетворяет ходатайство истца об отказе от иска и производство по делу прекращает. Истец, вам выражают соболезнования в связи с потерей мужа. Ответчик, ваше поведение, безусловно, заслуживает уважения. Надеюсь, что вы придете к какому-то соглашению и дальше будет у всех все хорошо. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда Иск отозван Мужа мне уже никто не вернет, так же, как и отца моим детям. Но я нашла в себе силы простить Ивана. Я очень надеюсь, что он будет выполнять решение данной в суде и будет помогать нашей семье материально. Друга Васею не вернуть. Это печаль. Но я отказываюсь от долга. Пускай будет Ирине лучше. Продолжение следует...